Учитель 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 У меня не только моя семья, но и брат, у которого семья, тоже все учителя. Это и сноха, это мой муж, и мама, и все родственники со стороны мамы, я еще раз хочу на этом остановиться, это все учителя, только мы все имеем различные направления. В основном это историки, и вот я оказалась химикой. Семейная чета Лидии и Юрия Лапутько. Для них работа учителя стала не только призванием, но и каким-то судьбоносным знаком. Казалось, сама судьба сводила их дороги. Лидия Егоровна как будто шла по стопам своего будущего мужа, который старше ее на 4 года. Получила образование в том же училище, где учился Юрий Николаевич. Затем, опять же, волею судеб оказались в одной школе. И уже 19 лет трудится в родной первой, вместе на работе и вместе по жизни. Главный девиз этой прекрасной семейной пары – душевного тепла, любви, богатства знаний, мудрости должно хватать не только на учеников, но и на своих собственных детей. У нас профессия свела. Я такой вспоминаю интересный случай, когда я поступила в педагогическое училище. Юрий Николаевич, он был спортсменом очень таким ведущим в педучилище. И вот ими гордиться педучилище был такой стенд. И на этом стенде он был, там представлена была его фотография. Я подошла, прочитала фамилию. Лапутько. Еще посмеялась. Лапочка. Человека лично я не знала. Прошло время, несколько лет я закончила училище. Я раньше приехала в районное отдело народного образования, где он работал под руководством народного отдела образования. Тогда школа спортивная относилась к отделу образования. И я там его увидела и сразу же узнала. Потом я ему об этом случае рассказывала. Ну вот так нас судьба и свела. Вот так вот мы почти уже 25 лет вместе с ним. Мы постоянно находимся как бы на работе. Определенный у нас характер, стереотип, манера поведения. Такое же поведение у нас сохраняется и при взаимоотношении. То есть я как бы рад, что мы работаем с супругой вместе в одной организации, как бы оба учителя. И можно даже сказать горжусь нашей профессией. Сейчас мало кто решается связать свою жизнь с профессией учителя. Ведь в этой профессии приходится брать на себя огромную ответственность по воспитанию детей, подвергаться большой моральной нагрузке, разбирать и проверять непростой материал, тратить свое здоровье и нервы. Поэтому молодые специалисты в школе – это очень важные и ценные кадры. Они нужны как воздух. Без их новых идей, молодого задора, искорки в глазах, творческого потенциала школьная жизнь превратилась бы в однообразный процесс. Работаю, в числе английского, уже целых три недели. Работаю с маленькими. Конечно, сложно, потому что класс – дети маленькие, внимание постоянно рассеивается. То есть удержать 40 минут их внимание – это очень сложно. Но работать с ними интересно, безумно интересно, потому что как ходишь в класс, видишь их глаза, которые горят. Самой хочется работать, хочется обучать их. Конечно, сейчас немножко мне тяжело, но я всегда могу найти поддержку у опытных моих коллег, у даже классных руководителей мне всегда помогают. Сами дети видят, что немножко мне непросто. В этой школе я работаю совсем недавно, то есть месяц буквально, вот недавно окончила только академию, и пришла в эту школу. Коллектив здесь очень замечательный, все очень простые, добродушные, приняли очень хорошо. Работаю я с детьми с первого класса по девятый класс. Детишки тоже все хорошие, все способные. Пытаемся работать, создавать что-то новое в городе. То есть танцы у нас более такие современные, что-то новое, какое-то новое направление пытаемся открывать. Я в 18-й год являюсь руководителем методического объединения учителей иностранных языков. И одну из основных задач вижу в содействии и становлению молодых специалистов, содействию их и развитию их педагогического мастерства, так как наше методическое объединение систематически пополняется молодыми специалистами. Эту работу можно отнести как к планам, так и к достижениям. Немногие молодые специалисты остаются в школе, но все те, кто остались, сейчас успешно работают, достойно прошли аттестацию и выросли из молодых специалистов в квалифицированные кадры. Работается вообще супер, классно, мне очень нравится. Работаю в 8-й год, я закончил эту школу в 98-м году, отучился в Академии культуры, спорта и туризма в Уральской академии. Ну и пришел, работаю, и можно сказать, что работаю доволен. Меня практически все устраивает, всегда устраивает. Детьми тоже я доволен, результатами я тоже доволен. Ну и коллектив у нас очень такой теплый, доброжелательный, отзывчивый. Для учителя самая важная оценка проделанной работы – это, конечно, мнение его учеников. Вспомнят ли, останется ли в их сердцах и умах то, что пытается донести до них педагог. Ведь школьные уроки – это не только обучение какому-то предмету, это еще и одновременно воспитание, дружеские беседы, поддержка и общение. Наши учителя, на мой взгляд, они не просто учат нас, уроку данному, то есть их предмету, учат тому, что еще пригодится в жизни. То есть к ним свободно можно подойти на перемене и поговорить на любую личную тему. У меня тоже в свое время какие-либо проблемы изникали. Они могли просто подойти там, помочь, сказать. Не просто там морально, могли практически даже сказать, если нужна будет помощь, ты можешь свободно подойти и попросить. Тот же классный руководитель. Всегда помощь, те же классные часы, всегда соберемся. Класс хорошо собран. У нас собирался класс, ну как бы формировался долго, постоянно там новенький, не новенький, но учитель справляется. На мой взгляд, все хорошо. Дорогие учителя, хочу поздравить вас с наступающим праздником, Днем Учителя. Пожелать всех успехов в работе, полегче, с детьми, всего самого наилучшего, и чтобы ваш рабочий процесс доставлял вам удовольствие. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех учителей с праздником. Желаю вам счастья, добра, здоровья, терпения в вашем труде, хороших побольше учеников. Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех учителей восьмой школы с профессиональным праздником Днем Учителя. Пожелать всем здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, энтузиазма и хорошего настроения. Хочу поздравить учительский состав, педагогический состав нашей школы и всех учителей нашего города, в том числе и свою любимую мамочку. Потому что День Учителя для меня – это не только праздник учителей, и праздник педагогов, но и семейный праздник. Хотелось бы сказать спасибо нашим учителям, в частности моей любимой маме, за то, что за их терпение, за их нелегкий труд и поздравить с их профессиональным праздником, пожелать тепла, счастья, здоровья. Хочется поздравить коллег с нашим общим праздником и пожелать им, наверное, здоровья не только физического, эмоционального здоровья. Кроме того, конечно, творческого такого начала, чтобы не иссякало ни в какой мере, и приятных, и вместе с тем, тех учеников, которые будут, действительно, благодатная почва, которые найдут и понимание, найдут заботу в этом учителе и поддержку. В преддверии Дня Учителя всем учителям, конечно, здоровье, конечно, понимание детей, понимание родителей. И я считаю, что какая бы ни была сложная наша профессия, мы можем гордиться, что мы сегодня учителя, что учителя с большой буквы, несмотря на все те трудности, которые есть, мы можем их решить и преодолеть. Ну и, конечно, я хочу сегодня сказать, что каждый учитель, конечно, должен иметь большой запас знаний, и самое большое, самое главное, чтобы у него было большое сердце. Позвольте мне пожелать всем коллективам школ города побольше молодых специалистов с живыми энергичными глазами, а также всем коллегам огромного здоровья и позитивных, положительных эмоций. Дорогие коллеги, мне хочется в наш профессиональный праздник от всей души поздравить вас, пожелать вам прежде всего здоровья. Здоровье – это не все, но все без здоровья – ничто. Будьте счастливы, пусть будут здоровы ваши семьи, счастливы ваши дети. Удачи вам на вашем трудовом пути. Говорят, мы не выбираем дороги, а они выбирают нас. Учительскую дорогу люди выбирают сами. Каждый день, переступая школьный порог, они забывают о всех своих тревогах и личных проблемах и входят в класс с хорошим настроением и доброй улыбкой. Своих учителей забыть нам не дано, и лучшие в душе поселены навечно. И пусть летят года, мы с ними все равно. Мы не забудем их, мы любим их сердечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok